Всем большой привет и добро пожаловать на мой скрипучий бьюти канал. Сегодняшнее видео будет посвящено винтажной косметике, а именно трем продуктам. Я раньше снимал видео про винтажную косметику, но это была либо какая-то история косметики, либо история ухода за кожей, которую особо никто не смотрел. Ну ладно, я здесь все равно снимаю в свое удовольствие. Так что сегодня я расскажу про три продукта, которые прямо-таки пережили войны, кризисы. И они почему-то спустя десятилетия остаются популярными, остаются востребованы, и они их продолжают выпускать. И чем же они заслужили такую славу, такой почет, такой любовь потребителей? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. И начать мне хотелось бы с продукта, который появился на российском рынке относительно недавно. Это шампунь Herbal Essences. Вы сейчас скажете, какой винтаж. Это ни разу не винтаж. Нет, вообще-то 90-е это уже винтаж. Но на самом деле я сегодня буду рассказывать о конкретном продукте. Вот этот продукт, это шампунь с розой от Herbal Essences. Да, сегодня разговор пойдет об этом конкретном продукте, потому что если вы посмотрите на упаковку, вы обратите внимание, что его дизайн остался точно такой же, как в 90-х годах. То есть вся линейка Herbal Essences, она выглядит абсолютно по-другому сейчас. Но этот продукт сохранил оригинальный концепт, оригинальный дизайн, и даже логотип компании здесь остался старым. Самое интересное, что, в общем-то, аромат этого шампуня тоже не успел поменяться за 90-х годов. По-моему, он был выпущен в 95-м, не нашел точно даты. Но это такой аромат, вот прям когда вы его слушаете, вы чувствуете, как это аромат другой эпохи. Это аромат другой эпохи, потому что он имеет такой немножко, все-таки, знаете, такой какой-то старый такой шампунный запах розы. Запах шампуня розы, он имеет такие мускусные ноты, немного медовые. То есть он, например, отличается от болгарской розы, которую мы привыкли ощущать в различных продуктах, либо от розы, которая есть, например, в парфюме Серджа Лютанца, Са Майджести Ла Роуз. Ла Роуз. В общем, не уверен, как по-французски он произносится. Здесь это скорее запах стеблей, чем самих... чем самих цветов. Так, я вас... сейчас, я вернусь, подождите. В общем, да, запах розы здесь достаточно узнаваемый, и он остается на волосах достаточно долго. Он прям остается на несколько часов, и при каждом дуновении ветерка вы будете ощущать этот аромат со своей головы. Он достаточно приятный, но все-таки аромат уже ретро, несмотря на то, что он, в общем, был примерно в 95-м году. Да, это сульфатный шампунь, не уверен, насколько изменилась его формула с тех пор, но промывает он отлично. Он подходит скорее для жирной кожи головы, потому что волосы после него чистые, объемные сутки, он точно держит голову свежий. Поэтому мне он очень понравился, и даже подошел пенец, он просто супер. В то же время я не сказал бы, что он сушит кожу головы. А еще, кстати, посмотрите на текстуру, насколько он такой вот густой, насыщенный. Ладно, вернемся к истории продукта. И когда я про него гуглил, про историю этого продукта, то я нашел такой отзыв, что реклама, которую мы тогда показывали на ТВ, она заставляла нас чувствовать желание сбежать подальше телевизора, когда мы смотрели телевизор вместе со своими родителями. И тут я начал что-то вспоминать. Да, я тоже почему-то вспомнил эту рекламу по ТВ, когда девушка в салоне самолета, проходит через салон самолета, по-моему, это была стюардесса, она заходит в туалет самолета и начинает там мыть голову шампунем, и он ей настолько нравится, что она не скрывает своих эмоций. Потом она выходит, все пассажиры такие, вау. Вообще шампуни Herbal Essences сначала назывались Clayrol Herbal Essence, и этот бутылек такой, он сильно отличался от текущего, и выпускался он, по-моему, с 1971 года в компании Clayrol. Clayrol потом отошла, вообще этот бренд Herbal Essences отошел к Procter & Gamble, потом он был, по-моему, в 80-х годах переименован в Herbal Essences, да, то есть во множественном числе, когда была расширена его линейка. И изначально та вот, которая сама бутылочка была, такая реклама была очень винтажная, просто посмотрите, какая она красивая, какая она нарисованная, и этот аромат, он тоже запомнился очень многим, как, в общем-то, и многие ароматы в их линейках. Ну аж в 90-е эти шампуни стали очень популярны ввиду таких ярких ароматов, ну и сексуализированной рекламы, само собой. И даже сейчас и на Западе у нас эти шампуни продолжают вызывать ностальгию по 90-м. Но этот конкретный продукт у нас не продается, его нужно заказывать из США, он продается только в США, причем он продается только в объеме 400 мл, то есть это для истинных фанатов, они сохранили дизайн, сохранили аромат и сохранили вообще концепцию этого шампуня, в отличие от всей остальной линейки, почему-то вся остальная линейка не выжила. Следующий винтажный продукт, который прошел в проверку временем и находится сейчас у меня, это пудра Airspoon. Airspoon это рассыпчатая пудра для лица, которая выпускается аж с 30-х годов. Да, в 30-х годах компания Lady Esther выпустила пудру, которая была инновационной для своего времени, она была настолько тонкого помола, что компания даже предлагала потребителям устроить зубной тест, то есть предлагалось взять небольшое количество пудры и, собственно, приложить это количество к зубам, потереть и потом вот так попробовать ее между зубов. И тогда они говорили, что если эта пудра окажется слишком крупной, вы ее почувствуете как песчинку в шпинате. Цитата. И самое забавное, что ведь ни одна другая пудра того времени 30-х годов не смогла пройти этот тест. Таким образом, эта пудра Lady Esther стала просто сенсацией на рынке и вызвала панику среди производителей. И все другие производители пытались усовершенствовать ингредиенты, пытались усовершенствовать процесс производства своих пудровых продуктов, потому что они тоже хотели добиться, чтобы их пудра проходила этот вот зубной тест. И в конце концов, компания Koti, одна из старых известных косметических компаний, смогла создать новый процесс производства пудры. И в 1936 году компания Koti смогла выпустить инновационную пудру, которая, в общем-то, измельчалась методом воздушного микронизирования, если я правильно сказал. Даже был разработан специальные станки, специальное производство, по цеху я выведу картинку на экран. И вот по такой новой технологии производилась пудра, которая, опять же, стала революционной в своем сегменте. Но, кроме того, эта пудра выпускалась в стильной картонной упаковке. И она была украшена дизайном с иллюстрацией Льва Бакста. Лев Бакст – это российский художник. И вот, собственно, этот самый дизайн мы можем наблюдать на современной пудре. Причем мы погуглили рекламу за разные годы. И, судя по всему, пудра выпускалась парфюмированной. Причем с разными ароматами. Разным ароматом соответствовала разный дизайн упаковки. Сейчас, посмотрите, я выведу картинку с баночкой, которую я нашел в интернете. И эта баночка производилась с ароматом Лемо. Но это была лимитированная версия, потому что, несмотря даже на совпадающий дизайн, потому что, насколько я смог найти информацию, стандартная баночка, то есть, которая сейчас выглядит вот так, она идет с ароматом Ли Ореган, если я правильно его произнес. И этот Ли Ореган, он имеет такой цветочный, восточный аромат. Вообще, ореган-то, по-моему, орегано? По-французски? Ну, неважно. Не будем углубляться сейчас в парфюмерные изыски и тонкости французского языка. Я не знаю, тем более, аромат Ли Ореган, но я хочу сказать, что сама пудра, она действительно парфюмированная. Она пахнет очень сильно. У нее очень сильный стойкий аромат, который будете ощущать на лице целый день. И это действительно восточный цветочный аромат, но при этом он свежий, какой-то такой альдегидный. То есть, если вы, например, любите запах крема Борософт, Бороплюс и так далее, я думаю, что любители здесь есть, то вам эта пудра понравится. Для большинства это будет такое фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Она невероятно экономична, невероятно экономична. Здесь объем 65 грамм, и 65 грамм, я выведу цену на экране, это нереально дешево, это в любом случае, это, наверное, самая дешевая пудра, которая есть. И при этом она классно работает. Она незаметно на лицент, действительно очень мелкая. Она очень хорошо матирует на несколько часов кожей, после нее выглядит свежей. Кожа выглядит даже какой-то отдохнувшей, более ровный тон. Но, естественно, у меня вот она в прозрачном оттенке, она ничего не скрывает, не маскирует. Но есть и более плотные пудры, которые выпускаются в разных оттенках, причем линейка оттенков достаточно широкая. Блюра я у нее не заметил, но недостатки он действительно как будто бы слегка сглаживает. И обратите внимание на эту пуховку. Она напоминает мне, знаете, оторванное ухо плюшевой собаки. Ну, примерно так. В общем, пудра рабочего характера, да еще и с историей. И третий продукт, про который мне хотелось бы рассказать сегодня, это пена для бритья Barbazol. Я ее уже показывал несколько раз, но, честно, я не знал, что у нее такая долгая история этой пени для бритья больше ста лет. И действительно, она начала выпускаться в 1919 году. Блин, офигеть, это было так давно. И тогда она была создана в некоторых источниках профессором, в некоторых источниках, упоминается он как студент, Фрэнк Шилдс. И вот он создал первое средство для бритья, которое не нужно было вспенивать по мазкам. И это была революция. Это была революция, но она первая выпускалась именно в тюбиках, в тубах таких. И он, скорее, имел консистенцию такого насыщенного лосьона. Сам бренд был зарегистрирован в 1920 году. И, собственно, его название, на самом деле, легко догадаться, откуда оно произошло. Барба – это борода на латыни, а «зол» – это как слово «солюшн», скорее всего. То есть, как бы средство для... От бороды для бороды. В общем, что-то такое. В 30-х годах, если так можно сказать про 30-е годы, реклама Барбазола стала вирусной, потому что к ее созданию привлекли музыканта, который тогда был радиоведущим, певцом, Гарри Франкель. И его называли еще поющий Сэм, «Сингин Сэм». И также у него был такой никнейм «Зе Барбазол Мэн». Во время Второй мировой войны пена, точнее, крем для бритья «Барбазол», он выпускался в специальной упаковке и поставлялся для армии США. Примерно с 1950-х годов эта пена стала выпускаться вот в том виде, в котором мы ее привыкли видеть. То есть, в алюминиевом... Как? Это не спрей? В общем, в алюминиевой банке она стала выпускаться. И это была, кстати, не первая, не первая пена для бритья в алюминиевой банке. Первая пена для бритья в алюминиевой банке, по-моему, была выпущена в конце 40-х годов. Это уже было выпущено по ее, так сказать, следам. И он стал выглядеть именно так, как он... То есть, дизайн с тех годов практически не поменялся. Вот эти вот полоски, белый, синий, красный... Так, белый, синий, красный — это российский флаг. Значит, синий, белый, красный, да. Синий, белый, красный. Они, собственно, повторяют так называемый парикмахерский столбик, который... Вот этот крутящийся столбик, который выставляется... Сейчас опять выставляется перед барбершопами, чтобы сигнализировать о том, что здесь находится парикмахерское место. Брендом, кстати, успела повладеть компания Pfizer, которая значительно расширила линейку разными видами, вкусами и так далее. И еще они начали выпускать... По-моему, даже они начали гораздо раньше выпускать, в 40-х, 50-х годах, еще бритвы собственного производства и продолжают выпускать сейчас. Однако в 90-х годах продажи стали падать, и компания Pfizer избавилась от нее в пользу компании Perio, которая находится в Дублине. В Дублине, штат Огайо. Вообще, эта пена, кстати, неожиданно засветилась в некоторых известных фильмах, сериалах. Это был в том числе и Product Placement, как мы его уже привыкли называть. То есть, он появлялся в фильмах по определенной договоренности с его создателем. Например, в 90-х годах, по-моему, в 95-м или 97-м году, когда вышел фильм Парк Юрского периода. В общем, там появилась эта пена. И более того, эта пена для бритья, она еще выпускалась ограниченным тиражом с динозаврами. Тоже в 90-х годах, а потом еще в 2000-х. И еще она выпускалась Limited Edition, у нее скручивалось дно. И оттуда вынимался контейнер, крио-контейнер для эмбрионов. Да, я сейчас не шучу. От себя я просто хочу сказать, что это самая обычная пена для бритья, если вы не сопоставите цену и объем. То есть, объем выходит очень выгодный. Вот за такой большой объем она стоит всего 300 рублей. И она как бы, ну, обычная пена для бритья, даже очень неплохая. У нее есть слабый аромат такой, мужской косметики. Но он очень слабый, он вообще как-то не бьет в нос. Он приятный, пена очень стойкая, пушистая. Что можно вообще сказать про пену для бритья? Она просто хорошо работает. И у нее, кстати, помимо того, что упаковка вообще достаточно крутая, у нее алюминиевая донышко. Те, кто пользуется пенами для бритья, а я признаю, я вообще консерватор в этом плане, я признаю только пену для бритья. Кто пользуется пенами для бритья, оценит эту особенность. Потому что обычно в бюджетных пенах донышко такое же железное, как и сама вот эта банка. И через некоторое время она начинает ржаветь. Особенно если стоит долго. Вот объем большой, она будет, правда, у вас на несколько месяцев хватит. И если бы у нее была железная донышко, она бы проживела и оставила ржавые пятна на полке, где оно стоит, и которые еще и не удаляются нифига. Так что вот эта вот алюминиевая нержавеющая донышко, это очень круто. Потому что если вы посмотрите на шов баночки, а он железный, то он уже начинает ржаветь, а донышка еще нет. Ну в общем, на этом на сегодня все. Напишите, пожалуйста, пользовались ли вы этими продуктами, любите ли вы ретро-косметику так же, как ее люблю я. И сразу хочу сказать маленький анонс. Это будет не последнее видео про ретро-продукты. Я хочу снимать еще, и никто мне не запретит. Понятно? В общем, жду ваших отзывов на эти продукты. Пробовали ли вы их, и хотите ли попробовать? Давайте пообщаемся в комментариях. Да я напоминаю, что отвечаю на все комментарии. Так что на этом сегодня все. Подписывайтесь на инстаграм, на тикток, куда угодно подписывайтесь. Там я везде есть. В общем, всем до новых встреч в новом видео. Жапах. Жапах? В то же время я не сказал бы, что он сушит кожу в угол... В то же время я не сказал... В то же время я не сказал бы, что он сушит кожу в угол... Ну, ну, ну...